Мы, конечно, понимаем, что с какой-то стороны это варварство, и люди на нас ругаются, но из-за того, что у нас нет скейт-парка, мы вынуждены так кататься. Театр, офферы и балета. Суть сегодняшнего видео простая. Будем разбираться, где кататься можно, где кататься нельзя. Почему, например, нельзя просто взять, сделать его так вот. Или все же можно. Вот это вот памятник. Сейчас посмотрим, кому. Но суть одна, что этот памятник долгое время и, по-моему, до сих пор является самым популярным спотом среди бумиксеров. Прикол в том, что он не находится в подчинении, так сказать, ну, в ответственности администрации театра и проебалета, поэтому с него не гоняют. Там гоняют, тут не гоняют. И прикол в том, что это единственный прецедент в Беларуси, где есть скейт-стопперы, которые, посмотрите, абы как сделаны. Вот. Чуваки все равно используют как manual pad. Ну, либо как место, чтобы путить. Но скользить, естественно, стопперы здесь не дают. А в чем вообще прикол этих стопперов? Смотрите, есть юридическая сторона вопроса, есть фактическая. Юридически вам нельзя портить памятник. Вам можно катосить, можно там мануалить, можно прыгать с него при условии, что вы не портите его. А фактически доказать, что вы его испортили, крайне сложно, потому что, посмотрите, вот эти все грани, они были стерты еще до того, как я сюда пришел. И по-хорошему, закон должен защищать тебя, то есть, ну, тебе должны доказывать, что именно ты стер все эти грани. Но так как мы живем в СНГ, поверьте, если вас примут, скажут, что вот это вот все, вот 10 лет стиралось, было стерто именно вами за 10 минут, и вы сядете в тюрьму, потому что портить памятники это уголовное преступление. Вот в чем проблема. Если вы портите какое-то просто там, ну, перила, какое-нибудь крыльцо, не знаю, всякую хрень, это максимум административка. Если вы портите вот такие штуки, это уголовка. Уголовка это серьезно, никогда не подайте на уголовку. Тем не менее, вот этот спот, он безопасен для того, чтобы здесь кататься. Даже если вы будете скользить, вряд ли до вас кто-то доканается. Они считают, что они поставили стоппер и этим самым решили проблему. Поедем дальше. Я катаюсь уже, не знаю, лет 8 или 9, и меня ни разу не забирали в отдел за катание, но давайте будем объективны. Я очень аккуратный. Типа у нас уже в Минске есть куча малых, которых не раз забирали в отдел за катание и на парковках, и на памятниках, и где только не забирали. Сегодня даже рассмотрим эти случаи. Ну, им дают обычно штраф за хулиганство. Автозак. Короче, государству не нужно, чтобы ты катался. Государству вообще нужно только вырастить из тебя быдло, которое будет работать на заводе, и которое поставит галочку туда, куда надо, в нужный момент. Все. Все это видимость, что они развивают там спорт, максимум сводится к политике, потому что ты живешь в СНГ. Если ты живешь еще где-то в Европе, типа Литвы, там еще спорно. Там типа, ну, реально для спорта что-то делается. Беларусь, Россия, нет, вообще, забудь. Если что-то и делается, то делается не государством, а людьми типа тебя и меня. Поэтому запомни, все в твоих руках. Вон, думаю, и все ездит. Сейчас мы рассмотрели спот, на котором, да, то есть можно кататься. Ну, возможно, если вы там, конечно, беретесь в 100 человек, там, стрит-джемом, претензии будут, но не факт. Сейчас мы поем на спот, который точно нет. Типа, даже и не думай. Ну, в общем, что я заметил, пока был в Лос-Анджелесе. Они строят город, и получается, что вот все стрит-плазы, если ты когда-нибудь о них слышал, если ты не из Москвы, то просто вряд ли ты катался в стрит-плазе, ты максимум видел картинки. Все стрит-плазы, которые ты мог видеть, катаясь в России, там, в Европе, они все построены просто с имитацией улиц любого, не знаю, американского города. Потому что там не парятся, они строят скамейки, как бетонные грани. Типа, они строят реально клумбы, как бетонные рампы. Поэтому, когда ты катаешься в бетонной плазе, ты не катаешься в специальном парке, ты катаешься в имитации улиц Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, не более. А не, я не говорю, что бетонные плазы плохие, бетонные плазы офигительные, у них очень классно снимать, у них очень классно чилить. Вот, но держи в голове, что у кого-то весь город бетонная плаза, а у тебя только одно место, и то, возможно, если ты из какой-нибудь Астрахани, Ростова, у тебя даже бетонной плазы нет и не будет. Блин, я по плитке еду, и, короче, голос вибрирует. И самое забавное, что вот, ну, кто смотрит это видео из Москвы, они, наверное, даже не поймут посыл этого видео. Потому что понатыкали этих скейтвардистов в Москве не потому, что развивают спорт, не потому, что как-то, ну, там, мэр заинтересован, чтобы в Москве были самые лучшие скейтвардисты. Нет, потому что они нашли схему распиливать бюджет на этом всем. Я уж тысячу раз про это говорил и скажу тысячу первый. Так, спот, который точно нет. Запомните, для жителей страны СНГ спот, на которых вообще нельзя кататься. Главный признак таких спотов – это много мрамора и вечный огонь. Если ты видишь оба признака, просто не лезь, оно тебя сожрет. Не в той стране, живешь по-любому. Ты живешь в стране, где все решают духовные скрепы. Твой дед воевал не за то, чтобы ты мог здесь кататься. Как бы ты на самом деле ни считал, здесь тебе пощады не будет. Просто потому, что это лупит на подсознательном уровне с детства. Что вот эти места, они святые. И здесь просто как даже с самокатом, не знаю, мимо обходи вообще, даже не подходи к ним. Потому что просто попадешь под горячую руку. А как-то чувак выехал на машине вот на эту площадь. Сделал здесь пару пончиков, ну подрифтил, буквально пару кругов. И получил уголовную ответственность. Ту самую, про которую я говорил, за порчу памятника. По сути, он даже, ну, не оставил следов покрышек, вообще ничего серьезного. Но чувак сидит, походу, в тюрьме или получил огромный штраф. Не уверен, чем закончилась эта история. В целом, красиво, да? Прикиньте, вот на всех этих скатах, если бы можно было кататься, а там, ммм, ступы, грани, нельзя. Вообще, no way, man. Также, есть споты, которые стали некатабельными со временем. И это самый дикий случай, когда сами райдеры делают спот некатабельным. Сейчас я вам объясню подробно, как это происходит. Смотрите, какой скат. Блин, тут можно было бы столько трюков классных снять. Просто в тюрьму не хочется. Вообще, все, что я сегодня хочу вам рассказать, подразумевается, что вы сами все это знаете, потому что вы выросли в тех же реалиях, что вырос я. Но в последнее время просто я замечаю, что происходит много такой херни, как произошла на споте, на который мы сейчас едем. И поэтому у меня закрадываются сомнения, что, возможно, вы не знаете этого. Поэтому я сделал это видео. Я, кстати, рад, как вам зашло в прошлое видео про самокатеров против скейтеров. Мне много очень людей написали в личку. То есть я рад, что это побуждает вас о чем-то думать и высказывать свою точку зрения. Это просто восхитительно. Я читаю реально все ваши комментарии. И под такими видео их почему-то всегда очень много. А, был комментарий забавный, типа, я бы со стороны посмотрел, как ты по улице ездишь, руками размахиваешь. Типа, да, я скажу, кстати, это странная тема. То есть люди на тебя клятся, как на придурка, а ты едешь сам с собой разговариваешь. Смотрите, мост красота. Минск отвратительный город вот для такого катания, потому что весь город по-богатому уложен плиточкой. Типа, у нас есть деньги и время этим заниматься. Напишите в комменты, какой у вас в основном асфальт в городе. Типа, гладкий, плиточка. У меня вообще асфальта нету, я из села. Смотрите, скутер-шеринги добрались до Минска. Они просто сейчас повсюду. У меня все знакомые ездят. Я замечаю, реально, дети ездят. То есть им родители дают деньги на то, чтобы они катались на скутер-шеринге, а не на общественном транспорте. Это прекрасно на самом деле. Лучше бы они, конечно, покупали детям свои самокаты. Можно даже не электро. Но сама суть, что типа у ребенка появилась возможность доехать от школы до дома либо на метро, либо на шеринге, она просто, ну, восхитительная возможность. Вот за это лайк. Хотя тема невыгодная. То есть этот скутер-шеринг выходит дороже, чем машина по аренде. Не знаю, если хотите, давайте наберем как-нибудь супер много лайков, супер много комментов на эту тему, если вам реально интересно. И я сделаю обзор на скутер-шеринг. Возможно, даже я смогу встретиться с создателем скутер-шеринга в Минске, он мне расскажет что-нибудь интересное. Либо, если у вас есть скутер-шеринг где-нибудь в Москве, пишите, я открыт для предложений. Блин, главное успеть доснять это видео и не попасть под грозу. Посмотрите, какая ужасная погода вон там. Я и так не хотел сегодня идти снимать, потому что посмотрел прогноз погоды, и там уже было написано гроза еще два часа назад. Я посидел за компом час, втыкал в окно, оно все было в таком предгрызовом состоянии, в итоге я психанул и решил, что я засниму, даже если промокну. Смушные красные. Опа. Как я? Вращением руля переключил светофор. Если задуматься, в Минске сейчас всего три скейт-парка, если можно так сказать. Если хотите, я запишу даже видео про все три скейт-парка, такое же разговорное, где расскажу какие-то истории с ними связанные. Если хотите видео на эту тему, я с радостью расскажу. Я просто не уверен, что она реально интересна моей аудитории. Так, а мы приехали на улицу Зыбецкую. В чем смысл? Это барная улица, люди приходят сюда бухать. Если ты не понимаешь, о чем я, то подрастешь и обязательно поймешь. И именно здесь произошел второй прецедент. В чем он заключается? Спот стал некатабельным. Сейчас покажу конкретно место и объясню, что произошло. Так, смотрите. Здесь есть ступы, крыльцо. Вы видели во многих моих видео, Зыбецкую, больше, скорее всего, не увидите. Вон то крыльцо, там крыльцо. И вот этот manual pad. Даже видите, бордюр еще закатан. Значит, что сейчас происходит? Если прийти сюда покататься, за пять минут приезжает ОМОН и выгоняют вас к чертовой матери, если не забирают в отдел. Почему так произошло? Ребята катались здесь, тусовались на этом крыльце и разбили вот такое вот стекло. Фото у вас сейчас на экране. Как это произошло? Молодецкие придурки, без обид. Я думаю, они уже раскаялись в своих действиях. И я считаю, что если они, ну, уже все компенсировали, то проблем никаких нету и нету смысла предъявлять какие-то претензии. Но, тем не менее, претендент забавный. Короче, они кидали шестигранник об асфальт, пытаясь выбить искры. Вот. И шестигранник отскочил в такое вот огромное стекло и разбил его к чертовой матери. Такие стекла, они очень тяжелые. Если они трескаются, они могут вас убить. Действительно, они как гильотина. И они просто чертовски дорогие. Они стоят несколько тысяч долларов за одно стекло. Этот спот стал абсолютно некатабельным. Короче, они разбили там стекло. Их было, по-моему, трое. Если не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Но суть такая, что двое убежали, а один остался. И, естественно, вызвали охрану. Приехал, короче, грузовик огромный ОМОНа, ну, автозак, крутить одного школьника. Типа, представьте, школьник 13 лет на самокате катался с друзьями, разбили дорогущее огромное стекло, и приезжает автозак огромный за одним школьником. Я думаю, у парня реально какая-то травма на всю жизнь психологическая. Ну, в целом, там, его ничего не прессовали. То есть, как я понял, все нормально разобрались. Вот. Конечно, там тоже были интересные моменты, но я думаю, история закончилась на самом деле хорошо. Для всех, кроме всех райдеров, которые любили там ссоваться, например. То есть, я на этот спот не попадал уже, наверное, больше месяца. И я думаю, шансов покатать на нем уже у меня не будет. Просто потому что... Потому что райдеры сами убивают спот. Мы должны прийти к какому-то заключению. Что... Не очень просто, потому что хотелось бы что-то посоветовать. Но я реально даже не знаю, что посоветовать, кроме как вести себя как люди. Вашу мать! Не ведите себя как придурки. Уважайте, блин, вашу возможность кататься на споте. И уважайте других райдеров, которые потеряют возможность кататься на споте из-за вот таких, блин, выходок с разбитыми стеклами, блин. Не знаю, избитыми охранниками. И конфликтом с местными жителями. Мы же, пацаны, мы же все за спорт. Мы все должны быть на позитиве. Постарайтесь избегать конфликта. Если вы узнали и согласны, постарайтесь подсадить как можно больше своих друзей. На самокат, скейт, BMX, что бы то ни было. Просто пусть они катаются. Чем больше людей катается, тем больше у тебя шансов получить заветную бетонную плазу, мой зритель. Влад, самокальчик, как дела? Короче, также ты очень поможешь мне, если поделишься этим видео с друзьями. Оно у меня есть на стене ВКонтакте. Я стараюсь пиарить своих подписчиков у себя в стори ВКонтакте, которые делают репосты к моим видео. А, также я стараюсь пиарить подписчиков, которые отмечают меня в Инстаграме. Вот, небольшая подсказка. Блин, очень интересно, у кого были похожие ситуации, типа вот как у нас с разбитым стеклом. Если у вас была какая-то такая ситуация, когда кто-то портил спот, и потом на нем никто не мог кататься, напишите об этом в комментариях. Очень будет занятно почитать. А на этом всем спасибо. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Я стараюсь читать все комментарии в последнее время. Мне очень важны ваши лайки, ваше мнение. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok